Вчера вернули группу пленных, как вы знаете, произошел очередной обмен, и всего, называю цифру, от 24 февраля удалось вернуть 1862 украинцы и украинки из плена Российской Федерации. Вообще, как происходят эти обмены, и насколько эффективно работает украинская сторона, с вашей точки зрения, и сколько еще там плюс-минус людей может быть в плену Российской Федерации? Как только с темой обмена пленными были сброшены или сами ушли, я не знаю причины, но, по крайней мере, как бабка пошептала через определенное время, и эту тему передали военные разведки, и с нее ушли политики. Вот после этого начался реальный обмен пленными. Обмен пленными происходит довольно-таки по простой процедуре. Есть определенные контакты между разведками, военными разведками обоих, любых двух противоборствующих сторон. Есть военные контакты. По этим военным контактам идет обмен один на один. Если есть какое-то другое вмешательство, допустим, не вмешательство, а какие-то другие предложения, обменять Медведчука на 200 человек, это уже работают там Эрдоган, может быть, Эмираты, ну, то есть уже подключаются внешние силы, так называемые. Ну, а в простом режиме работает вот такой, и он очень эффективно работает до тех пор, пока опять не вмешаются политики в этот обмен. Сейчас у нас занимается главное управление разведки. Пока никто не пиарится, правда, там пару раз проскакивало, пиарился опять офис президента у нас почему-то на этой теме. Им это надо разведчикам так мягко намекнуть, чтобы позашивали рты, и эту тему не озвучивали. Занимается военная разведка? Вот пусть занимается. Для нас важны цифры. Каждый раз вот цифры 100 человек, 150 человек, 10 человек, 1 человек. То есть важны цифры те, которые мы забираем. Сколько мы отдаем, чего мы отдаем за это, это вообще уже не важно. То есть мы забираем своих людей, наши люди живыми возвращаются в свои семьи, возвращаются на нашу работу. Это самое главное. Это правда. В связи с делом Киреева возник вопрос, знаете, интересный. Михаил Подоляк сказал, что с Киреевым так случилось, потому что не было нормального контакта между разведкой и СБУ. С другой стороны, некоторые эксперты говорят, что когда речь идет о делах особой секретности, об особо важных агентах, такого контакта не может быть, потому что, как известно, очень много русских агентов везде, и поэтому такие дела лучше держать в секрете. Как вообще, в принципе, даже дело тут не в Кирееве, это я просто как пример привела, как вообще происходят вот эти контакты, по каким, так сказать, по каким направлениям? Разведка, Министерство обороны, там, я не знаю, СБУ, и другие ведомства, которые причастны? Есть два режима. Есть режим мирного времени и режим военного времени. В режиме мирного времени происходит определенное разграничение полномочий по территориям. То есть, если, допустим, разведка, та же СБУ работает в Украине, она работает в Украине. Если внешняя разведка работает на дальних подступах к стране, то есть в Африке, допустим, в Америке, в Южной Америке, в Австралии, это их регион. Если разведка, допустим, Главное управление разведки, Министерство обороны работает в ближнем зарубежье, это значит их регион. То есть, разделяется просто по регионам. Во время военного времени это все смешивается, так как война на границе рушит в этом смысле. Но во время военного времени организуется площадка, называется она «Ставка Верховного Главнокомандующего». Вот «Ставка» — это, можно сказать, большой стол, за которым собираются так называемый оперативный штаб, за которым собираются руководители всех ведомств, и они уже, исходя из необходимости, разграничивают эти рубежи. Кто-то занимается, допустим, Киевом, кто-то занимается правым берегом, кто-то левым берегом, кто-то занимается за ниткой, кто-то работает за границей. Ну, то есть это уже как примут решение на ставке, так это все происходит. Беда случилась из-за того, что системная ошибка. Не было введено в военное положение в 2014 году. То есть введение военного положения 24-25 числа, это, естественно, было слишком поздно. Военное положение должно было вводиться, как первый солдат российский, ступил на территорию Украины, должно было быть введено военное положение, причем это обязанность Верховного Главнокомандующего, которым является либо президент, либо исполняющий обязанности президента. Потому ни Турчинов, ни Порошенко, ни Зеленский не выполнил свои служебные обязанности, в результате чего погибло очень много людей, включая и Киреева в том числе. Ну, а технические моменты, это уже технические моменты. Они вот как раз из-за большой системной ошибки, из-за этой же системной ошибки упал вертолет. Он просто не должен был быть над броварами на предельно малой высоте. Неважно, чтобы не было причины ошибки пилота, теракт или отказ авиатехники, его не должно было быть. Это системная ошибка. И вот этих системных ошибок очень много. Системная ошибка, еще раз повторюсь, отсутствие военного положения, тогда, когда страна уже 8 лет воевала с Россией на Донбассе и в Крыму. Позиция Запада. Ну, вот сегодня появилась информация о том, что первые леопарды якобы вот прям завтра начинают идти в Украину. Как вы оцениваете возможности быстрой переброски тяжелой техники? Потому что и вы, и другие военные эксперты говорят о том, что для нас, для того, чтобы мы могли наступать, нам нужна эта тяжелая техника. Ну, не говоря уже о том, что нам нужны самолеты, но хотя бы, хотя бы танки. Как быстро это может сегодня произойти? Это может быть как раз сегодня и происходит. Это очень быстро. Они в Польше стоят, переехали за сутки границу, и они уже у нас. То есть, в принципе, это вообще не проблема. Пересечь океан, пересечь, да, может быть, пару недель. В зависимости от того, по какой логистической цепочке будет идти груз. А с Европы, почему леопарды в приоритете? Они вот с Польши, они к нам приедут за суд. Потому как раз, может быть, это уже и происходит на данный момент. Интересная новость появилась, хочу с вами, она не совсем военная, но она все же военная. О том, что друг Путина покупает аэропорт в Германии. Переговоры о продаже банкротившегося аэропорта Францфург-Хан вступили в финальную стадию. И немецкое информационное агентство сообщает, что объект намерен приобрести компанию НР Холдинг, за которой стоит российский олигарх Виктор Харитонин. Я уже читала об этой новости и в других источниках. И мне удивительно, ну, если покупают российский олигарх, немецкие аэропорты, ну, мне кажется, военное время, когда Европа стоит перед такими серьезными угрозами, ну, это довольно странно. Это тогда, когда Россия санкционируется, даже если этот конкретный человек не санкционирован. Это же, ну, все-таки, как бы военная опасность. Любой аэропорт, когда покупают такие люди. Вот еще раз, еще раз повторюсь, еще одна системная ошибка. Когда воюют со страной, то есть страна, то, что Россия это террорист, страна террорист, и любой, в принципе, носитель российского паспорта, если это вся страна террориста, любой носитель российского паспорта, он по определению террориста. Он может участвовать в чем-то, в чем-то не участвовать, может даже не догадываться, что он состоит в какой-то организации, но когда он берет в руки свой паспорт, там такая двуголовая курица, такой генетический уродец. Так вот, вот это и есть принадлежность к террористической организации, коим является Российская Федерация. А вот дальше уже есть отношение к этой террористической организации у всего мира. У кого-то такое, у кого-то такое. Правильным оно должно быть, как отношение, допустим, к Усама бен Ладен, ко всем. Вот это у нас 100 миллионов Усам. Причем очень просто определить. Паспорт покажите, паспорт, если российский, вот это принадлежность к Российской Федерации, к этому государству. Потому, если какая-то из стран что-то продает, что-то передает, какое-то управление, ну это примерно передать аэропорт Усаме, и Бену, и Ладену, сразу трои. Вот, потому отношение должно быть, если реальное отношение должно быть, мира, то есть полное закрытие, отсечение Российской Федерации и всех носителей российского паспорта от связей с внешним миром. То есть закрытие колпаков. Если люди, россияне, не все, естественно, их две трети всего лишь поддерживают геноцид украинцев, то есть это около 100 миллионов. А если отнять младенцев и тех, кто не поддерживает, там еще миллионов 50. Так вот эти 50 миллионов должны просто поменять свои паспорта, забыть за Российскую Федерацию и дальше ждать ее развала. Поменять, либо остаться без паспорта в любой стране, либо поменять паспорта. То есть когда будет вопрос паспорта, то есть какой принадлежности, он должен просто поменять. Потому это оптимальный вариант для россиян, которые не хотят иметь дело с этой российской террористической организацией. А как мир относится? Плохо относится. Пока мир еще не понял, чем это заканчивается. Не все были в буче. Вот если бы весь мир через Бучу провести или через Мариуполь, или допустим через Днепр, дом в Днепре, через Харьков сегодня, через тот же Херсон, то есть тогда, может быть, поумнели. Не поумнеют, по крайней мере, очень быстро. Когда начнут падать самолеты, когда начнут браться завожники, когда начнутся возникать проблемы уже в сытой мирной жизни Европы, ну вот тогда до них дойдет. Причем это такой же самый, примерно, процесс, как это был в Украине. То есть до 24 февраля у нас была мирная жизнь, хотя у нас была война, а все делали вид, что у нас мирная жизнь. Но только после того, как 100 тысяч человек покинуло этот мир украинцев, гражданских причем, вот только после этого дошло до всех остальных, что все-таки жизнь не верна. Потому здесь мы, наверное, ничего не сделаем, то есть пока эта террористическая организация не проявляет себя уже там, где она, куда она пустила свои щупальцы. Субтитры создавал DimaTorzok